Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают тем более в середине рабочего дня. Ну как это, я же вам говорил, я и заявление написал. У меня невеста приезжает из Китишграда. Из Китишграда? Да. Не слыхал такого. Ну, Китишград. Город такой. Его недавно из-под воды подняли. Из-под воды? И хороша невеста? Не то слово. Да, и кто же она у тебя? Чародейка, можно сказать, ведьма. Невеста и уже ведьма? Да нет, у нее просто работа такая, понимаете? Волшебство в сфере услуг. Ах, смелый ты человек, Пухов Иван Сергеевич. А это почему? Ну как же, жена ведьма. Это знаешь ли. Ну ладно, поздравляю. Спасибо. Ай, чего только не придумают, чтобы под праздник с работы уйти. Чародеи. Под властный магу ночи, день и даже ход планет. И всемогущий ты, чародеи, в то же времени. Ты можешь свет во тьме зажечь и гору разрубить. Только сердцу не прикажешь. Только сердцу не прикажешь. Человеческому сердцу не прикажешь полюбить. Человеческому сердцу не прикажешь полюбить. Нет увлекательной игры и мир, постигнув наш. Создашь ты новые миры, когда-нибудь создашь. И где угодно сможешь быть, и кем угодно быть. Только сердцу не прикажешь полюбить. Научный универсальный институт необыкновенных услуг. Ну и ну. Какие люди здесь, наверное, работают, а? Какие вопросы решают? Кто поставил этот вопрос? А он вместе с другими буковыми в кладовке лежал. Вопрос снять. Слушай. Вопросы надо ставить уместно. И своевременно. Ну да. Этот, от этой стены. Что ты сделал для науки? Потом почитайте, поторапливайтесь. Скоро начнут появляться. Идут мины. Прекрасно. Прекрасно. Сегодня или никогда. Да. Испытания ВП назначаю ровно на 10. Ученый совет должен быть в полном составе. Кота ученого приглашать будем? Переводчица с кошачьего здесь. Я здесь, мы здесь. Кот не заговорил? Он делает успехи и старается. Я слышу, это второй год. Здравствуйте. Мы ввели кота в ученый совет для того, чтобы он тренировался. Но он ленится. Здравствуйте. Куда это годится? Мы ценим ваши отношения. Во всех институтах нашего профиля есть говорящие животные. Здравствуйте. Ослы, обезьяны, попугай, наконец. Но он же не попугай. Я даю вам три дня срок. Через два дня, если говорить надо. Теперь так. Обращай особое внимание на форму ВП. Она должна выражаться держа не ноя без нажима. Сдержанно. Просенько, ну со вкусом. Иван Степанович, вас как заместитель по науке прошу помочь Алене Санне. Простите. Простите, я должен с вами поговорить. Киса, пора говорить. Нехорошо. И не ломайся. Пора. Два дня. Поговорить. Зайдете ко мне. Кира, я должен с тобой поговорить. Тема здесь. Здравствуйте. Давай зайдем в кабинет. Добрый день. Нет, там телефоны. Я видеть их не могу. Здравствуйте, Иван Степанович. Здравствуйте. 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 Седьмой раз. Прошу выйти за меня с вами. Седьмой раз согласна. Как только будет время. Все. Нет. Здравствуйте. Чего ты хочешь? Определенности. Поданные заявления, обручальных колец, всего того, что есть у других людей. Здравствуйте. Ты же знаешь, сегодня ответственный день. У тебя все дни ответственные. Ты на ответственном посту. Добрый день. Здравствуйте. Хорошо, как только пройдут испытания. Значит, завтра. Завтра. Обещаешь? Если все пройдет, хорошо. Алена, Игорь, ну куда же вы? Ну куда вы? Алена, Игорь, разрешите вас поздравить с успехом. Спасибо большое. Испытания пройдут успешно, я уверен. Да, я надеюсь. Позвольте пригласить вас вместе отобедать, так сказать, товарищеское застолье. Двоем шампанским. Я сегодня не обедаю. Почему? Диета. Диета. Какая женщина. Ах, какая женщина. Ай-яй-яй-яй-яй, действительно красавица мечта. Такую надо очень беречь. Вот, пожалуйста, к обеду с девушкой. Примите, пожалуйста. И вот еще. Что такое? А вы, собственно, кто? Я гость. И не просто гость. Я представитель Солнечного Юга. У меня наряд. А наряд, гражданин, у вас для нашей местности неподходящий. Почему неподходящий? Слушай, посмотри. Пять печатей. Целых пять. Смотри. На получение одной волшебной палочки. На весь Солнечный Юг. Ну разве это много? Потеропились, товарищи. Волшебной палочки? Еще? Нет. Как нет? Чего нет? Волшебная палочка еще не готова. Ей придают соответствующую форму. Видишь? Ты его туда забросить не мог? Куда дел чертеж? Не оставляла я ничего. Алена не могла не оставить. Спешила, видно. Куда спешила? Она на работе. Пальчиком в воздухе огненный знак начертила и все. Все-таки оставила. Ты что, его сохранить не мог? Видишь, я не магистра. Не умею я этими делами заниматься. Да? А как в воду, в вино на всю зарплату превращать? Это умеешь. Ну что ты, видишь, каждый раз попекаешь этим? Это когда было? Ладно, все, надо что-то делать. Давай-ка, может быть, сами изобретем. Витяка, не надо. Я тебя, я тебя прошу тебя. Я тебя не мешай. Не дразни начальство. Время, время. Не дразни. Ну, Вика, хочешь я сам пойду поищу Олену? Сиди ты, ты сиди. Сиди, искатель. Привет. Я сам найду. Да. 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 Вылетай сегодня немедленно. Я больше без тебя не могу. Да. Хороший. Да. Почему сидим? Почему не работаем? Где Санина, где Ковров? Жду. Костя плюс Люся равняется Любовь. Что это такое? Дуб. Мы видим, что не липа. Вас спрашивают, кто такие эти Костя плюс Люся? Не могу знать. С ними доставлено. Выясните, кто были эти личности, и строго взыскать запорчу. Андрей Весенович. Аполлон Митрофанович, дерево не весть сколько лет. Может быть, этих Костя и Люся уже и в живых-то нет? Ну, взыскать посмертно. А теперь приступайте. Форму будете создавать под моим личным контролем. Слушаюсь. Форме сегодня передается большое. Содержание. Ага. 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 Девушки, они пропали. Как пропали? Куда пропали? До весны. До весны? Видишь? Я их сохранила на всю зиму. Зачем? Ага. 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 Ваше время. Ага. Я ж самого главного еще не сказал. Не хочешь продлевать? Ага. Ага. Девушка. Я знаю, что вы любите музыку. Мы сейчас сделаем для вас песню. Не бросай трубку. Не бросай трубку. Слышишь, не бросай трубку. Не бросай трубку. Тогда не продлите. Все вместе, братцы. Ребята, помогай. Ага. Начали. Пусть мы не рядом, мы с вами не рядом. Пусть отменяться лишь словом мы можем. Если любовь не с первого взгляда, С первого слова должна быть тоже. Люди, как пожару-листову, Достаточно искры одной. Груст пыхнет от первого слова, И солнце затмит над тобой. Боржется, нагрянет, покатит, И сколько потом не беречь. Ей хватит одной интонации, Хватит, чтоб пламя до неба разжечь. Чтоб пламя до неба разжечь. Не знает любовь запретов грамот. Сердце любое она раздревожит. Если по письмам приходит запах, По телефону должны быть тоже. Люди, как пожару-листову, Достаточно искры одной. Груст пыхнет от первого слова, И солнце затмит над тобой. Боржется, нагрянет, покатит, И сколько потом не беречь. Ей хватит одной интонации, Хватит, чтоб пламя до неба разжечь. 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 Девушка, разговаривайте. Я забыл сказать самое главное. Нам квартиру дали. Иванушка. Дурачок ты мой, что же ты сразу не сказал? Извини, я не могу с тобой говорить. Здравствуйте. Извините, пожалуйста. Ну что, тогда приступим. Явился ты. Вечно за тебя отдуваться нужно. Что это? В.П. То есть волшебная палочка. Сам додумался? Да ты что, сам лично сатанеев руководил. Да, дуб. Да, этот дуб у нас еще пошумит. И кто же это сотворил? Да, любопытно. Иван Степанович, поручайте. И кто же это? Оберзительно. Интересное решение. Вы думаете? А что? Демократично. Удобно. Очень мило. Иван Степанович. Ну, честно говоря, мне видела что-то более изящное. Ну, есть ли возражения, нет? Нет возражений. Какие возражения? То форма принимается. Приступим к проверке содержания. Нам остается только что-нибудь загадать. Вам слово, Алена Игоревна? Загадайте что-нибудь. Ну, что же вы, Алена, загадайте что-нибудь самое прекрасное. Отпуск с сегодняшнего дня и на целый месяц. Самые прекрасные, это наши прекрасные женщины. Но они у нас уже есть. Сейчас не время шутить. Цветы. Молодец, Оля. Прошу внимания. Сейчас я взмахну рукой. Произнесу букет цветов. И на этом столе должны будут появиться цветы. Как видите, палочка очень проста в обращении. Простите, Кира Анатольевна. А вам не кажется, что в целях чистоты эксперимента надо бы передать палочку в руки лица незаинтересованного, незнакомого с современной магией? Пожалуй, но где же мы найдем такое? Это я. Есть такое лицо. Лицо? Я лицо самое подходящее. Никакого волшебства не знаю. В детстве даже сказок не читал. Кто это? Я деловой человек. У меня наряд есть. Слушай, одолжи на минутку, я все сделаю. Не пожалеешь. Раз, два, три. Букет цветов. Угу. Угу. Свершилось сердце. Поздравляй скорее, она никому не прощает своих ошибок. Какой успех. Академия. Вот этого меня всех пообедали. Угу. Академия. Оставайте ответы что быть именно рисовой неоделаций и все детям. Когда сказал binge-rij听見 мет poderia этот шагает. Ха-ха. Спасибо, спасибо. Благодарю. Всем спасибо. Спасибо за помощь. А палочку попрошу сюда. Одну зимнюю шапку можно? Уши мерзнут. Дома это греешь. Что же вы Алена Игоревна на стороне-то выбрали? У нас ведь тоже герои... Ладно, перестань. Поздравляю. А мы ничего не говорили. Спасибо, котята. Уезжаешь? Алена Игоревна еще вернется. Она нам уже обещала. Кира знает. Витя, возьмешь мне билет на вечерний рейд? Ну, конечно. А вы сама отправьте, пожалуйста, телеграмму вот по этому адресу. А что, если пригласить комиссию по приемке волшебной палочки не просто так, в рабочем порядке? Да. Например, 31 декабря устроим настоящий новогодний бал. С песнями, танцами. А главное, с демонстрацией нашего нового изобретения. Бал, это замечательно. Впечатляюще. Что вы говорите? Видно. Видно. По-моему, тоже. А он? Что он думает? Извините, одну минуточку. Это непереводимо. Зажрался. Предлагаю программу. Торжественные встречи комиссии на служебных тройках. Ёлка с противопожарными огнями и Дед Мороз из фирмы Заря. Затем скромные товарищеские застолья и танцы по трансляции. Фая три телевизора в ряд. А вот в ряд лично. Не остыл. Необходимо пригласить хороший эстрадный ансамбль. А может, самодеятельности обойдемся? Не обойдемся. Возьмите кого-нибудь в помощь и приступайте к организации новогоднего вечера. Если не возражаете Санину Алену Игоревну. Ее? Не возражаю. Иван Степанович, а что скажете вы? А ансамбль, конечно, хорошо. Но вот комиссия под Новый год... Поедут ли? Поедут. Ведь этим займетесь вы. Как это? Займусь. Завтра вы будете в Москве. Пригласите, поговорите, попросите. Да, но у меня на завтра другие планы. Я знаю, Иван Степанович. И все-таки. Прошу. Хорошо. Перед отъездом. Загляните, пожалуйста, ко мне. Олечка, закажите Ивану Степановичу билет на сегодняшний вечерний рейс. Хорошо. Погоду я обеспечу. Алена Игоревна, а кто ваш жених? Расскажите подробнее. Какой он на себя? Наверное, какой-то необыкновенный. А где вы познакомились? Красивый. Высокий. Алена Игоревна, что нужно сделать для того, чтобы тебя так и полюбили? Скажите. Алена Игоревна. Алена Игоревна. Алена Игоревна. В словах никогда не расскажешь об этом. Ищи, не ищи, у любви все равно. Нет точных путей и готовых ответов. Лишь знаю одно, я знаю одно. Но в любви не бывает все просто и гладко. Любви не решает всего красота. Должна быть в женщине какая-то загадка. Должна быть в женщине какая-то загадка. Должна быть тайна в ней какая-то. Не просто всегда быть изящной и милой. Как будто на свете нет пасмурных дней. Но стать для кого-то единственной в мире. Поверьте, трудней, намного трудней. В любви не бывает все просто и гладко. В любви не решает всего красота. Девушка, кто так поет, а? Вы не знаете? Кому положено, тот и поет. Красиво поет. Какая-то загадка должна быть в женщине. Какая-то загадка должна быть тайна в ней какая-то. Любовь объяснит вам, накрянув однажды. И то, что сказать не сумела вам я. И то, что загадка у женщины каждой Должна быть своя и только своя. В любви не бывает все просто и гладко. В любви не решает всего красота. Должна быть в женщине какая-то загадка. Должна быть в женщине какая-то загадка. Должна быть тайна в ней какая-то. Осторожно! Сен-Сен-Сен. 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 Я решил сообщить вам некоторые соображения. К нам едет ревизор. Садись. Я тут подключился и думал, что вам это нужно. Так-так-так. Дело в том, что Алена Игоревна замуж собирается. Извините, я пошел. Утро первого века Пахнет медом и мятой Белки рыжие скачут По хитровым стволам И веселой толпою Мчат гентабры куда-то Может быть на прогулку А быть может попасть на тела Пусть меня над землей проплыли Пусть не стала света Алена, у нее самодеятельность. Вот и товарищ тоже ждет. Ждет, ждет. Очередь ждет. У меня наряд. А у тебя что? Мчат гентабры куда-то Мчат гентабры куда-то Ой, Алена, как я за тебя рада. Приходи после обеда. А как думаешь, подпишем? Ну, конечно, какие могут быть сомнения. Ну, я тогда пойду по обеду. Извините, я тоже пойду по обеду. СМЕХ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Любит Любит Будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, что, за это? Иван Свипач, а вы что? Он в Москве! Я сегодня вылетаю В вечернем? Мне повезло, я тоже лечу этим рейсом Ну, так это же прекрасно! Будете моим свидетелем на нашей свадьбе С величайшей радостью принимаю ваше предложение Примите и вы Чтобы так сказать, не мешкая Надеюсь, вам это понравится Вася Степанович, спасибо. Как я вам благодарна. Это так неожиданно. Спасибо большое, Вася Степанович. Жду вас в аэропорту. Надеюсь, теперь вы не опоздаете. Теперь вряд ли. Это не ко мне. Вы даже не знаете, что? Не знаю, о чем разговор. Поймите, сбежал код, говорящий, то есть не говорящий. Он всего один. Говорим, вы только сейчас сказали. Это он из-за вас сбежал, из-за вашего. Зайдите через два дня. Я готов не приглашал, а вы зайдете ко мне, как было назначено. Ну, а ты что ему сказала? Извините, ради бога, скажите, пожалуйста, где у вас кабинет директора? Конечно. Первый поворот налево, потом направо, потом снова налево и снова направо. Спасибо. Значит, первый поворот налево, потом направо. А склад готовый продуктный. Разберете. Понял, да. Потом. Потом. Все делается, Кирилл Анатольевна. Все делается. Правда, Алена Игоревна улетать собралась. А я ведь насчет музыки-то не силен. В смысле ансамбля. Могут подсунуть что-то такое неподходящее. Улетать? Зачем? Вы ей передали мое распоряжение? Этичный конячен, но она слушать ничего не хочет. Странно. Что это с ней? Ну, говорите скорее. Есть одно обстоятельство. Бракосочетание, свадьба у нее намечается. Да, это меняет дело. Придется отпустить. С Киврином, Иван Степановичем. Что? Что с вами? Что за вздор? Как это вам в голову взбрело? Да не взбрело бы, но факты, как говорится, упрямая вещь. И потом, что здесь такого-то? Вон, человек видный, свободный. Она тоже хорошо одевается. Что с вами? Вы чем-то расстроены? Изложите факты. Пожалуйста, это давно всем бросается в глаза. И потом, сегодня, во время испытания, ведь он заставил вас палочку принять. Без него бы вы эту демократичность не одобрили бы. Дальше? Ну, то, что жениха Иваном зовут. Кхе-кхе-кхе. Об этом все о лаборатории знают. Она только фамилию скрывала. То, что на свадьбу в Москву летят, это хоть сейчас убедиться можно. По заявлению секретаря решит. Одним рейсом, между прочим. Оля, заявление Санины у вас? Да, Кира Анатольевна. У меня лежит. Можно я пойду пообедаю? Пожалуйста. Продолжайте. Да что там говорить. Сейчас видел в гардеробе, как они целовались. И потом, простите, на шею кулон с часами повесил. Врете? Насчет кулона вы врете. Этого не может быть. Что на меня, Кира Анатольевна? Вызовите сейчас Алену Игоревну. Сами убедитесь. Кулончик у нее, простите. Насчет кулона вы врете. Пакость какая. Пакость. Ольга. Вы секретаршу обедки отпустили. Пригласить садину. Немедленно. Пакость какая. Пакость. Вы все решили с Кирой Анатольевной? Я могу войти. Я позволю себе задержать вас. Я очень тороплюсь. Москву собирайте. К жениху надо полагать. Да, откуда? Откуда вы знаете? Знаю. Кроме того, мне известно, что мы с вами назначены в комиссию по устройству новогоднего. Я бы сказал, в бала. Но я не могу. Как это понимать? Я, можно сказать, к вам со всей душой. А вы предпочли мне какому-то мальчишку. Простите, я вас что-то не пойму, Павел Митрофанович. Я вам кое-что дарил на праздники. Ну, цветы, например. И вы не возражали. Это дало мне право думать, надеяться. Ах, Павел Митрофанович, шутник вы все-таки? Нет, я не шучу. Значит, вы человек с фантазией. А я не подозревала. Вам стихи писать нужно. Вы стихов не пишете, нет? Нет, я стихов не сочиняю. Поэтому Кира Анатольевна вас и назначила. Включайтесь. Включайтесь. Все равно работать придется. Это мы еще посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Какая женщина. Какая женщина. Почему вы не хотите меня понять? Я должна понимать вас. Я. Неужели вы никогда не любили? Удивительное бесстыдство. Бесстыдство? Но ведь я замуж выхожу, понимаете? Замуж. Что так? Скоропостижно. Откуда вы взяли? Мы с Иваном давно все решили. Ах, вы хотите поставить меня перед фактом? Не выйдет. Как это не выйдет? Вы просто... Вы просто не имеете права. О правах заговорили. У вас обязанности есть. Я не обязана. Готовить вам какие-то концерты? Вы обязаны выполнять все мои распоряжения. Наконец меня ждут. Ничего, подождут. Постынут немного. Кира Анатольевна, я вас очень прошу. Пожалуйста, у меня больше нет сил и времени. Посмотрите на часы. Вы издеваетесь надо мной. Устраивайте сами себе концерт. Я все равно полечу. Саняна, стойте, я запрещаю. А я все равно полечу. А я объявлю вам выговор. Не зря это сделаете, потому что я все равно улечу. Нет, не полетите. Полечу, 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 полечу. Молчать. Опять занята. Зачем я только обедал? Никуда ты не полетишь, девчонка. Никуда не полетишь, девчонка. Ай! И зимаю весну из сердца твоего, вкладываю туда зиму. Что такое? Горим, не горим? Что такое, а? Слушай, горим, не горим, а? Загораем! Извините, Кира Анатольевна, у меня голова что-то. Ничего, ничего. Я сейчас же приступлю к подготовке новогоднего бала. Кажется, он будет иметь для нас большую помощь. Большое, даже особое значение. Правильно я рассуждаю? Теперь совершенно правильно. Благодарю за доверие. Спокойно. Извините. Кабло подвернулся. Извините. До свидания. Это бывает, это скоро пройдет. Это бывает. Да кто? Гость. Откуда? С юга. Что вы здесь делаете? Понимаете, мне только подписаться, секретаря нет. Тут гром и молния. Все испытания проводите. Кроме вас здесь никого не было? Никого. Совсем никого. Где? Что? Пропуск. Пропуск. Как я похудел? Где пропуск? Подписать. Где я сзади? Вот. Спасибо. Алена, вся в науке. Внаружи торчит одна голова. Алена Игоревна, вам нравится? Мы к балу готовимся. Ой, а где же ваша коса? Она вам так шла? Безобразие. Здесь там не музык-хол и не парикмахерская. Убирайтесь. Стасичелкович, когда я разговариваю. И вообще, я никого не удерживаю. Вам понятно? Меня ругают, значит, я существую. Алена, все в порядке. Рейс 313. Место 13. Отправление 20-30. В общем, все как положено. Телеграмму дал, адресат встретит. Все по чести. В общем, как говорится, даю вам Бог! Трампау! Вас, товарищ Брын, я не просила никакой телеграммы. И очень вас попрошу, в течение 10 минут напишите докладную по поводу вашего отсутствия в рабочее время. Ты что, Алёна? Я вам не Алёна. Я прошу называть меня по имени-отчеству. Это раз. А потом я никуда не лечу. Прошу вас сдать билет. А как? Вас, товарищ Ковров, я прошу являться в лабораторию в нормальном виде. Извини, случайно. Хотя бы в костюме, как у товарища Брыля. А вас, товарищ Брын, я прошу не сидеть при мне в головном уборе. Алёна, ну что, была у Киры Анатольевны? Подписала, да? А вас, Милочка, это совершенно не касается. Алёна Игоревна у себя? У себя. Только, кажется, не в себе. Очень рада вас видеть, Павел Митрофанович. Проходите, пожалуйста. Позвольте. Иди домой, приведи себя в порядок. Вечером понадобитесь мне опия. Сядьтесь, пожалуйста. Не обращайте внимания. А ведь я к вам собиралась, Павел Митрофанович? Приятно это слышать. Я чрезвычайно счастлив. Сотрудничать с вами. Что вы намерены мне поручить? Ансамбль. Причём... Отличный ансамбль. Пардон, не на минутку. Анатольевна, так сказать, строго приказала. Понимаю. Ковров, вы следите за нашим разговором? Слежу. Я за всем слежу. Завтра утром доложите ваши соображения по поводу ансамбля. Как же я могу доложить об ансамбле? Где его ночью достану? Это вы говорите мне, заместителю директора? И где? В лаборатории абсолютных неожиданностей. Вы, Ковров, магистр или вы не магистр? Ну, магистр. Без ну, пожалуйста. Можно без ну. Но и без ну и ну тоже. Нет, вы не правы, молодой человек. Только в нашем институте в штатном расписании есть маги и чародеи. А без нашего института вы кто-то так вот? Отдельная личность. Спасите, Анатольевна. Нет, нет, очень точное и правильное замечание, Павел Анатольевна. Вы поняли, Ковров? Я-то понял. Поняли, поняли. Можно идти? Да, идите и работайте. Слушаюсь. Вы приглашали меня сегодня на обед. Так вот, я хочу компенсировать свой отказ приглашением на ужин. Так, запросто, по-соседски. Живем в одном доме, а вы еще ни разу у меня не были. Анатольевна. Да я о вашей Саниной слышать не желаю. Нам надо только знать, что там произошло. Головокружение от успехов произошло. Какое головокружение у них? Не похоже. Уж очень изменилась наша Алена Игорьевна. И как-то сразу. Тут дело серьезное. Может, Сатанеев? Вполне возможно. Он целый день из кабинета не выходит. Он и сейчас там сидит. Так это они, наверное, ранее говорят. Давай послушаем ключи. Да вы что?! Как вы можете мне такое предлагать?! Ну, конечно, нельзя! Я так не подумал, что ляпнул. Я ляпнул! Пошли, пошли, пошли. Идем, объясни. Это со всякими может случиться. Магистры, чародеи. Селекторен включи, бог ты мой. Тут без высшего образования до всего своим умом доходишь. Я всегда восхищался вашим даром. Уговаривать людей. Тут уговорами не обошлось. Власть применили. Силу. Понимаю. А раз понимаете, то действуйте. И помните. Им встречаться нельзя. Если до наступления Нового года она его поцелует. Какой тут у нас неловкий, Витенька. Разве может женщина свой секрет сразу мужчинам открыть? Да ладно, Фома, это ты знаток, Людовед. Это ты у нас магически сверх витаешь. А мне грешному по земле приходится. То зайчиком, то мышкой, то котиком ласковым прикинусь. Тоже дашь свое волшебство житейское. Слушай, дорогой... Уйди. Слушай, дорогой, не подскажешь, где выход? Не у кого спросить. Шесть часов, все исчезли. Это что, по волшебству? По волшебству, волшебству. У тебя есть карандаш-бумага? Начерти ему план, как выйти. Витенька, начнете сам, не могу я, времени у меня нет. Думаешь, уже знает? Уведен. Слушай, ты рисуй, рисуй. Торопишься? Очень. Завтра дома буду. Наряд подписал. Думал, здесь до Нового года задержусь. Здесь на дело завернешься. Ага. Даже в кресле вот он. Вдруг слышу гром, молния. Как у нас в горах. Выходит девушка, потом выходит директор. Кто ты такой, не спрашивай. Разбирается. Все подписал. Ты где? Где гром слышал? Да там, слушай, за стеной и молнией сверкнуло. Замечательный у вас институт, а? Только шумно и коридоров много. Ну, давай, ты мне нарисовал. Да, большое спасибо. Да, я пойду. Все. Все. Что? Заколдовано. Заколдовано. Кира. Кира. Ага. Теперь не расколдуется, если жениха до Нового года не поцелует. За что же это на ее? Неясно видно, сатанею накрутил. Вроде работника ценного теряем. А сам Алене прохода не дает. Ох, он мне надоел. Гад. Ну, я его, я его все в брак превращу. В землю, в слякоть, в грязь. В это как его? Всплывет. Как она могла допустить? Кира-то умница. О чем ты говоришь? Кира ведь тоже женщина. Ладно, все, хватит прочитать. Надо действовать. Легко сказать действовать. Киру не переубедишь. Киврин мог бы. Киврин-то уехал. Телеграмму надо послать. Жениху. Срочно, чтобы он приезжал. Давай адрес. Адресы. Ты что? Я тебе дал, ты на нем план чертил. Караул! Стой! Сейчас наряд отнимут. Не отдам! Никогда! Не отдам! Это не бумажка, это наряд. Законный наряд. Там есть печатные. Где же бумажка? Целых пять печатных. Не уйдет. Зачем ты на полу? Заходи справа, я слева беру его. Послушай, нам только бумажка нужна. Бумажка одна. Ты что? Ты почему бумажку не взял? Я ему как-то сказал. Я тебе дал. Вот он. Держи его. Подожди, подожди! Подожди! Все, обездук не надо! Не для тебя старался, мы в солнечный юг! Без рук! Давайте действовать официально! Не собрать! На почту! Попа, быстрее на почту! Опять повезло! Наряд у меня все в порядке. Так. Ага. Сюда. Нет, туда я больше не пойду. Хватит. Так. Вот! Оль! Что? Кто так строит? Кто так строит? Кто так строит, а? Ага. Тень ночная смутная, дремлет на полу, Подойду я к мудрому древнему стеклу Слово в небо светлое дивной высоты Загляжусь я в зеркало и возникнешь ты Стекло вежлами, как лунный свет Но этой грани прочнее нет Там даль за нею светлым светла Смотрю, не с ней отойти от стекла Вот опять похожие рядом мы стоим Взгляд мой настороженный встретился с твоим Даль в глазах бессмертная, звезд огни горят И опять я первая опускаю взгляд Стекло вежлами, как лунный свет Но этой грани прочнее нет Там даль за нею светлым светла Смотрю, не смея отойти от стекла Тишина смеящая в рамке темноты Кто здесь настоящий? Может, это ты? За лесами, реками Может, есть земля Где ты смотришь в зеркало Чтоб возникла я Стекло вежлами, как лунный свет На этой грани прочнее нет Там даль за нею светлым светла Смотрю, не смея отойти от стекла Вопрос первый Правильно ли я поступаю с Аленой? Она сама виновата Нельзя прощать вероломство Кроме того, Иван Степанович должен понять И почувствовать свое заблуждение Или наваждение Не знаю, что тут ближе к истине Тобой владеет гнев Ты несправедлива Каждая на моем месте поступила бы так же Ты не каждая И должна быть осторожна Сколько можно Жертвовать собой Другими жертвовать легче Хорошо Покажи мне ее Теперь его Теперь его Убрать И пусть все остается Как есть Я весь-весь внимания Вы знаете, мне как-то Вдруг надоела моя лаборатория Какая-то сфера услуг Но это Непрестижно как-то, верно? Размаху нет Размаху нет А с кем приходится работать? Этот брыль Этот ковров С его нелепым энтузиазмом Он совершенно не способен На настоящее колдовство У нас абсолютно точно Завтра подведется ансамблем Вот увидите Не беспокойтесь Я принял меры Завтра Камнеедов Шиком Привезет ансамбль Из Москвы О Из Москвы? Аполлон Митрофанович Мне ужасно надоел Китишгра Ну и это Доложу вам Сделать будет труднее Даром В этом мире Никому Ничего Не дается Даже дуракам Это Это я не о вас Поезжайте к жениху Вот вам Москва У меня в Москве Никакого жениха нет И пока В Китишграде Тоже? Нет Девочки Девочки Ну что же вы встали Милыч Несите Давайте Несите У нас же ничего нет Ну вот Так Ага Так Где фотография? Какая? Ой, сейчас Ну хитрюга Зачем брала? Я ее девчонкам показывала Ну что говорят Ну говори, что красивую Это мы знаем Ты тоже ничего Но она лучше У него и рапорт пора Все, все, все Ну подожди, куда ты? Рано же Лучше рано Алена ждать не любит Вань, а ты ее боишься, да? Так, давай одевайся А то мама уже волноваться будет Давай Не будет Она меня насовсем отпустила Сегодня с тобой останусь Это еще чего Ну-ка давай одевайся Со мной Иван Кухов? Да Вам телеграмма Спасибо Вот здесь распишите Алена приехать не может Срочно приезжайте Чего? Ванечка, как же так? Алена приехать не может? Заколдована Что, не понимаю, ерунда какая-то? А может, они нас разыгрывают? А если нет? А разве можно заколдовать взаправду? Все можно Если очень захотеть Куда же мы теперь? Поезд? Буховый Да Машину подъезда Спускайте скорее, а то опоздаете Куда? Как куда? На поезд? 40 минут до отхода Все Спасибо Иди домой Иди, сказал, домой Мама волноваться будет Домой иди Ну я тебя только до вагона поразил Домой иди, сказала Ванечка А вдруг ты билеты не купишь? Ваня! Ванечка, ну куда ты? Ты почему здесь? Вот твой тринадцатый Товарищ Пухов Если не ошибаюсь Да Откуда вы меня знаете? Да как же Ждем вас Беспокоимся даже Предупреждены Наслышаны Спасибо Прошу, прошу Как только Это Тронемся Так Горяченького Чаю вам принесу Спасибо Нина Иди домой Я к кому? Иди домой Я иду, я иду Граждане Прошу освободить А что случилось? Нет, подожди Как же У нас Это Это Товарищ Из Необыкновенных Услуг Понятно? Что будем делать? Это невозможно Ну так же Нельзя Товарищ Повторяю Товарищ Из Необыкновенных Так что Ваших Интересах Побыстрее Ну Оля Такой Необыкновенный Зачем Ну Ребята Извините Я Я сам Что не понимаю Ребята Ну Зачем? Ну Садитесь Ну Зачем Мне же Одного Места Как Зачем? Правда Я и сам Не знаю Зачем Положено Зачем 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 Кому, кто меня найдет? Я к тебе обязательно приеду. Катя, чего? Во сне-то она любит. Ванечка, родной, я... Надо Коврову сказать. Обязательно. Ты что, опять? Ни капли. Тебя ждал. Как удалось? Едет. Сейчас мы тебе облегчение сделаем. Ну как, тяжело было? Ой, не говори. Пока всем этим таксистам, проводникам, музыкантам внушал, чуть не понял. Тяжелый народ пошел. Трудно внушению поддается. А музыканты что? Да в купе оказались, еле выставил. Так ты что, не мог заманить к нам, что ли? Проблемы ансамбля решили бы сразу, а? Все все понимают. Ну все, хватит уже. Помогло. Слушай, надо бы с этим Иваном поговорить, а? А то он с перепугу, да без информации, он же столько дров наломать может, правда? Не надо бы, но когда? Сейчас, конечно. В сию минуту. Да, надо было бы во, но когда это же... Что ты, Витенька, на меня уставился, а? Да просто прикидывай, соображаю. А, ну ты прикидывай, пока домой пойду, я там ключ забыл в замке, наверное... Открой. Чуть погодя. Вот с Иваном поговоришь и баньки. Сам поговоришь, ты чародей, ты больше получай. Кто больше получает, это только бухгалтерия знает. Тут же Фома волшебство нужно, житейское. Понимаешь? А у меня голова болит. У тебя это получится значительно лучше. Так что приготовься, сейчас в купе отправишься. Ты что, Витенька, ты что с ума сошел? Меня же за вором огонь вошел. Меня же арестуют, меня побьют. Фома, ну ты представляешь, есть лешие, домовые, водяные, а ты у нас в вагонный будешь. Тебе нельзя, тебе я тебя не клясу. Ну, пожалуйста. Ну, ни пух тебе не пират. В вагонный! Ты что делал? Туфли! Туфли! Простите, я случайно сбросил. Вы кто? Я? Погодный. Кто? Ну, про домовых, водяных... Да. Леший, знаете? Ну вот. А я вагонный. Временно. По спец необходимости. Осторожней. Позвольте. А? Осторожненько. Здравствуйте. Нет, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Я к вам по делу. Вы точно Пухов Иван Сергеевич? Вообще-то да. Вы телеграмму насчет Алены Игоревны получили? Получил. Я только ничего не понимаю, там было написано, что она заколдована. Может быть, вы мне объясните, что происходит, а? Ну, заколдована. Это значит, когда вас превращают в какой-нибудь предмет. Ну, скажем, в бивно. Или вот в этого, в козла, например. Что? Это в любом руководстве прочесть можно. Это всем известно и никому не интересно. К этому сейчас редко прибегают. А вот если тебе обличие-то оставят, а весну и все такое прочее из сердца вынут, а зиму лютую туда поместят, вот это и есть настоящее колдовство. Человек тогда другим становится. Он все понимает, но оценивает уже по-другому. Так что Алену Игоревну вы найдете весьма изменившийся. И кто же на такую гадость осмелился? Дело не в том, кто осмелился, а дело в том, как быстрее Алену Игоревну расколдовать. Да нет, как раз и в том, и в другом дело. А как ее расколдовать? На всякое злое колдовство молодой человек средство есть. Какое? Любовь, молодой человек. Любовь? Да, любовь. Вот вы, Алену Игоревну, правда любите? Ну, в общем-то, да. В общем, да. Очень! Ну, какое это имеет значение? Огромное! Очень. Ну вот, кто-то вам завтра придется доказать. А теперь спите, отдыхайте, набирайте сил, и вам завтра пригодятся. Ну ладно, что вы говорите, какой сейчас сон? Вам обязательно нужно отдохнуть и запомните. Ничему там завтра не удивляйтесь. И ничего не предпринимайте, заранее посоветовавшись с товарищами Ковровым и товарищем Врылем Ковровым. Остапычем. С последним? Обязательно. Остапычем. Наконец-то. Убейте. 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 Спать пора, спать пора. Ночь решает проблемы любые, простые и сложные. Все, что день натворил, наломал, исправляет подряд. Обо всем остальном людям знать не положено. Почему ты не спишь, спи, тебе говорят. Спать пора, утро раннее, ночи мудрее. Все тревоги свои отложи до утра. Если веришь в добро, может, мир станет добрым скорее. Спать пора, спать пора. Ночь решает проблемы любые, простые и сложные. Все, что день натворил, наломал, исправляет подряд. Обо всем остальном людям знать не положено. Почему ты не спишь, спи, тебе говорят. Спать пора, землю ночь подметет, подметет. Все, что день натворил, наломал, исправляет подряд. Все, что день натворил, наломал, исправляет подряд. Обо всем остальном людям знать не положено. Почему ты не спишь, спи, тебе говорят. Почему ты не спишь, спи, тебе говорят. Почему ты не спишь, спи, тебе говорят. Почему ты не спишь, спи, тебе говорят.